Вспомним два основных способа решения неравенств. Неравенство с одной переменной принято решать двумя основными способами. Вспомним каждый из них более детально. Графический метод заключается в изображении графика функции и определения нужных промежутков. Для этого сначала мы находим корни трехчлена, которым является левая часть неравенства. После этого обозначаем найденные нули функции на координатной плоскости. А далее, исходя из расположения ветвей параболы, схематично изображаем ее график и определяем искомые промежутки. Метод интервалов используют в случаях, когда левая часть уравнения представляет из себя произведение из нескольких множителей. Первым шагом при решении данным способом является изображение на числовой прямой нулей соответствующей функции. Далее необходимо определить знак функции хотя бы на одном из промежутков и, воспользовавшись свойством очередования знаков функции, расставить знаки на каждом промежутке. Ну и остается просто выбрать искомые промежутки.